10 октября в Кыргызстане на полигоне Эдельвейс прошло заслушивание замысла учения совместной миротворческой операции по поддержанию мира. План озвучил командующий коллективным миротворческими силами ОДКБ. Основные усилия миротворческих сил были сосредоточены на создании зон разъединения, охране важных государственных и социально значимых объектов, наблюдении за выполнением условий перемирия и соглашения о прекращении огня, а также на обеспечение безопасности доставки гуманитарных грузов. В рамках учения здесь сосредоточены войска более 1300 человек. Имеется определенного рода видовое разнообразие. В этом учении мы впервые задействовали военно-морской флот Российской Федерации. Целями проведения совместного учения Нерушимое братство 2023 ставились получение командирами практики в организации операции по поддержанию мира и управления подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ, совершенствование полевой выучки личного состава миротворческих контингентов во время совместных действий, укрепление взаимоотношений и сотрудничества между государствами-членами ОДКБ. Сегодня мы обменялись военным опытом. Совместные учения в будущем, в случае чего, помогут слаженно вести действия во время боевых событий. Уже 13 октября состоялся заключительный этап совместных учений. Первый эпизод учений предполагал отработку действий при проникновении боевиков на территорию государства с целью дестабилизации внутриполитической обстановки. Пограничная служба обнаружила условное бандформирование, задержала его продвижение и совершила отход под прикрытием огня гаубичного взвода. Мониторинг обстановки с воздуха отрабатывали расчеты беспилотных летательных аппаратов и самолеты, которые также нанесли авиационный удар по позициям боевиков. По поводу учений хочу сказать, что работа у нас очень много, но исходя из учения в учении, мы отрабатываем только самое главное. Это то, чтобы мы, как братские народы, у нас было отработано взаимодействие в первую очередь, чтобы мы понимали друг друга с полуслова. И как показывает практика, у нас с этим проблем нет. Мы просто совершенствуем то, что мы умеем. А помочь друг другу в любую минуту, это на деле мы показывали и будем показывать. Второй эпизод учения развернулся в акватории озера Иссыкуль. В ходе практических действий группа катеров вооруженных сил Российской Федерации выполнила блокировку захваченного судна. Силы специальных операций вооруженных сил Кыргызской Республики десантировались на борт судна с вертолета канатным способом. Провели штурм, обезвредили террористов, освободили и эвакуировали заложников. Согласно решению командующего миротворческими силами, миротворческий контингент вооруженных сил Республики Казахстан выполнил ряд тактических задач, такие как блокирование населенного пункта, сопровождение гуманитарных грузов. Кроме того, по замыслу учения в зоне своей ответственности были выселены блокпасы и организовано патрулирование. Отдельным эпизодом учений стала доставка гуманитарных грузов на земной автомобильной колонны с отражением нападения условно-диверсионной группы, а также воздушным транспортным методом сброса. Это финальное учение в системе учений «Боевое братство-2023», которое прошло на территории нескольких стран-участников, участниц договора о коллективной безопасности. Сегодня мы отрабатывали вопросы миротворческой операции от контингента миротворческих сил организации договора о коллективной безопасности. Я думаю, в рамках проведенного учения, в рамках тех действий, которые провели здесь органы военного управления, тех тренировок, которые провели войсковые контингенты стран-участниц, мы получили определенный опыт постконфликтного мироустройства и проведения специальной миротворческой операции силами организации. Всего задействованы национальные контингенты миротворческих сил Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана общей численностью около полутора тысяч военнослужащих, а также более двухсот единиц авиации, бронотехники, военного транспорта, истребители и боевых самолетов. Учебные аппараты включали военно-морские корабли и беспилотные летательные аппараты. Выражаю признательность всем представителям государств, членов ОДКБ, которые прибыли на учения и приняли активное участие в его подготовке и проведении. Особые слова благодарности хочется выразить министру обороны Кыргызской республики генерал-мейтенанту Бекбулатову Бактубеку Асенкалиевичу за высокое качество организации учений. Подводя итоги учений, генеральный секретарь ОДКБ Имангалет Азмагамбетов поблагодарил Министерство обороны Кыргызской республики за подготовку и проведение этого важного мероприятия и участвовавших в учениях военнослужащих за проявленные инициативы, профессионализм и усердие. В стремлении к дальнейшей реализации мероприятий инициативы организации и в целях укрепления взаимодействия мероприятийских сил на ежегодно проводимых учениях мы имеем возможность отработать актуальные вопросы их функционирования и применения. В течение нескольких дней учения вами проявлено высокое воинское мастерство и профессионализм. Завершились совместные учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2023» награждением наиболее отличившихся военнослужащих и прохождением торжественным маршем воинских контингентов.